Всех приветствую! Продолжаем рассматривать работы художников и скульпторов, знакомиться с их автобиографией Лоренцо Атонни или Лоренцо Атонни. Итальянский скульптор эпохи Бару, сын Джованни Джакомо. Лоренцо Атонни родился в Риме 25 ноября 1648 года и большую часть жизни провел в этом городе. В 1658 он начал свое ученичество в качестве скульптора в мастерской Антонио Джорджетти, чтобы перейти в очень многочисленную школу Эрколи Ферратта, которая доверила ему несколько небольших заказов. Началось сотрудничество Лоренцо Атонни и Джузеппо Джорджетти с братом Антонио. Все трое работали по заказам и под покровительством кардинала Франческо Барберини, в том числе по сооружению фонтана для внутреннего дворца Палация Барберини с восстановлением античной статуи Аполлона 1677 года. Я цитирую Википедию. В 1679 Атонни и Джорджетти восстановили античную скульптуру Фавна Барберини из собрания семьи Барберини. Скульпторы выполнили статую папы Урбана VIII в Физаро, но она не сохранилась. Бюс кардинала Франческо Барберини, мраморный портрет Мафео Барберини. Скульптор работал над реконструкцией капеллы Святой Анны в церкви Санта-Марии Инкомпителли. В 1686 году Лоренцо Атонни вызвал в Неаполь вице-королик Гаспар де Оро, маркиз дель Карпио, который предложил ему создать две статы. По возвращении из Неаполя во французской академии в Риме Атонни работал по заказам французского короля Людовика XIV и начал сотрудничество с французским скульптором Жаном Батистом Теодоном. Участвовал по оформлению капеллы Крещения в соборе Святого Петра. В связи с работами в Санте-Петро Лоренцо Атонни даже получил прозвание скульптор Ватиканской Базилии. Между 1602 и 1703 годами вместе с Теодоном и под руководством Фонтана ему было поручено руководство установкой 50 статуй на прямых участках колонна от вернения на площади Святого Петра. 80-летний Атонни решил завершить долгую карьеру, которая длилась более 50 лет. В 1681 году он стал членом Академии Святого Луки, где получал множество наград. В следующем году он был принят в папскую конгрегацию виртуозов при пантеоне. Под его непосредственным влиянием формировалось целое поколение скульпторов, которые привнесли свое знание и умение в следующее столетие. Это Бернандино Каметти, Бернандино Людовизо, Джузеппе Лерони, Жан-Батисте де Ройси. Лоренцо Атонни умер в Риме 29 сентября 1736 года в возрасте 87 лет. Ну вот так вот вкратце из переводной википедии о итальянском скульпторе эпохи барокко Лоренцо Атонни или Лоренцо Атонни. Пока-пока, до свидания, смотрим работу. Субтитры сделал DimaTorzok